После интеграции Кыргызстана в ЕАЭС, помимо положительных моментов, проявились и отрицательные. Так, мукомолы бьют тревогу. Крупные отечественные производители муки не знают, куда сбывать свою продукцию. И уже сегодня заявляют о своем возможном банкротстве. В чем причина, узнавала Сайка Султанкулова. После вступления в Евразийский экономический союз, мукомольная отрасль Кыргызстана переживает определенные трудности. Это связано с тем, что мука из Казахстана и России намного дешевле и по качеству лучше местной. Пекарь Таир Каримов вот уже на протяжении 10 лет печет тандырные лепешки. Если раньше он предпочитал муку местного производителя, то сейчас он заменил ее на казахскую муку. На казахскую муку мы перешли с лета. Их мука по качеству намного лучше местной, да и дешевле. Хлеб из этой муки получается воздушным и вкусным. Клиенты сразу почувствовали разницу. Казахская мука заполонила отечественные рынки на 80%, что отрицательно влияет на продовольственную безопасность республики. Казахская мука стоит от 1100 до 1300 сомов, а местная от 1250 до 1400 сомов. Разница в 100 сомов. Поэтому все покупатели предпочитают казахскую муку, поскольку у нее клейковина выше, чем у местной. Мука-мулы опасаются конкуренции со стороны своих соседних коллег. Ведь отечественные предприниматели платят налоги в госказно и зарплату рабочим. Контрабандисты же импортируют в нашу страну продукцию, не облагаемую налогом. Следовательно, ее рыночная стоимость оказывается ниже в 2-3 раза. Из-за этого наши производители оказались попросту неконкурентоспособными даже на внутреннем рынке. Ситуация на рынке действительно сейчас очень тяжелая именно в отрасли, в нашей отрасли. Потому что, как вы сами знаете, с момента вступления в том же союз, мука заходит сейчас бесконтрольно через границы в очень больших объемах. Заполонили сейчас весь рынок. 80-90% сейчас на рынке казахская мука. Местные производители за это все встают. Казахстан остается чемпионом по экспорту муки на постсоветском пространстве. И с ним конкурировать производители муки на едином рынке ЕАЭС, очевидно, не смогут. Последняя надежда отечественной отрасли – тщательно отслеживать воззимый на территорию страны нелегальную продукцию и хотя бы на время освободить мукомолов от НДС. Но если все пойдет так и дальше, то отечественные мукомольные предприятия могут обанкротиться и закрыться, а десятки тысяч граждан останутся безработными.